Попал в кино случайно и получил статуэтку как лучший актер. 16-летний карагандинец Алихан Абильдин взял приз Международного кинофестиваля Евразия за лучшую мужскую роль. Награда досталась ему за работу в дебютном фильме режиссера Яны Скопиной «Скоро кончится лето». Съемки картины проходили в Караганде, Тимиртау, Мирке. Там же съемочная группа искала новые лица. Почти все актеры в фильме не профессионалы. Для Алихана Абильдина это была первая роль в кино. До того, как попасть на съемочную площадку, он и не помышлял об актерской карьере. Парень окончил музыкальную школу в Караганде и только в этом году поступил в музыкальный колледж Алматы. Своё будущее он связывал с карьерой барабанщика. Главную роль в нашумевшем фильме музыкант получил случайно. Продюсеры увидели профиль парня в соцсети и предложили попробоваться в кино. Кастинг Алихан прошел блестяще, несмотря на полное отсутствие актерского опыта. Но сниматься согласился не сразу. Его пришлось уговаривать. Долгие раздумья об участии в съемках он объясняет серьезным отношением к музыке. На момент съемок Алихана было всего 15. Он оказался самым молодым в актерском составе. Такой неожиданностью, как предложение сняться в кино, стало для парня номинация на лучшую мужскую роль. Он признается, что до последнего не верил, что со сцены произнесут именно его имя. Теперь, получив международное признание, Алихан планирует продолжить успешно начавшуюся актерскую карьеру. Собрасывать барабаны он тоже не планирует и продолжит развиваться как музыкант. Джонни Депп снова вернулся к образу капитана Джека Воробья. Ура! И все только ради одного фаната. Очень благородно. Актер облачился в пиратский костюм, чтобы подбодрить 11-летнего поклонника по имени Кори. Недавно мальчик перенес несколько сложнейших операций по пересадке сердца. Чтобы отвлечься от больничных будней, Кори пересмотрел все части пиратов Карибского моря. И как же он был удивлен, получив сообщение от самого Джека Воробья. В своем видеобращении Джонни Депп немного подбодрил мальчика в характерной для пирата манере. Кори опубликовал ролик на своем YouTube-канале. Спустя несколько дней видео набрало больше 760 тысяч просмотров. Теперь у начинающего блогера 200 тысяч подписчиков. А Джонни Депп пообещал, что пригласит подписаться на него на канал всех своих друзей. Прогремел на весь мир благодаря невысокому росту. 20-летний иранец Овшин Исмаил Гадерцаде признан самым низким человеком на планете. Его рост всего 64 сантиметра. Позволил молодому человеку попасть в книгу рекордов Гиннесса. Овшин оказался почти на 7 сантиметров ниже предыдущего рекордсмена, 36-летнего Эдварда Нюньо Эрнандеса из Колумбии. Он стал четвертым человеком в мире, чей низкий рост увекомечен в книге рекордов Гиннесса. Новоиспеченный рекордсмен родился с массой тела всего 700 граммов. Но, несмотря на негативные прогнозы врачей, все же смог выжить. Сейчас его вес составляет почти 6,5 килограммов. Сейчас Овшин живет в отдаленной деревне в иранской провинции Западной Азербайджаны и говорит на курдском и персидском языках. Из-за необычного роста парню оказалось сложно найти работу. Сейчас он надеется, что обретенная слава поможет ему прокормить семью. Парень часто шутит, что мог бы поместиться в ладони самого высокого человека планеты. Из-за своего роста он, кстати, не комплексует. Звезды могут подвести. Британский предприниматель заказал 18 тысяч футболок с принтом Англии чемпион мира 2022. Футбол, наконец-то, дома. Мужчина признался, что поступить так ему предсказали звезды. В декабре перед четвертьфиналом с французами по совету светил бизнесмен отправил футболки в печать. Он рассчитывал на них неплохо себе заработать, зная, как в стране любят футбол. Однако в финал англичане так и не прошли. Не повезло. Теперь самонадеянный предприниматель не знает, что делать со всем этим добром. Ему удалось сбыть немного футболок коллекционерам и грустным фанатам. Но основная партия товара все еще пылится на складе. Бизнесмен пытался сбить цену, не помогло. Он даже писал на сайте, что ткань фантастическая и прекрасно подойдет для мойки окон. Но пока все отчаянные попытки распродать футболки с неактуальными надписями оказались тщетны.